Центральная районная больница в Гюрамбое. Построена она в рамках государственной инвестиционной программы на основе программ социально-экономического развития регионов. Основная цель – оказание гражданам качественных медицинских услуг. Сегодня в Азербайджане функционируют современные медучреждения. В них имеются все возможности для проведения как лечения, так и диагностики. Сейчас ключевым вопросом мировой повестки дня стала проблема коронавируса, отметил президент Хамалиев, подчеркнув, в Азербайджане ситуация находится под контролем. Создан специальный оперативный штаб при кабинете министров. «Кроме того, я дал указание выделить дополнительно 10 миллионов манатов, чтобы ускорить принятие необходимых мер. Осуществляются специальные меры для эвакуации находящихся в Иране граждан Азербайджана. Однако каждый должен понимать, что определенное время необходимо оставаться на карантине во избежание распространения болезни в Азербайджане. Одновременно даны соответствующие указания о временном закрытии школ, вузов, детских садов. Цель этого – предохранить детей и подростков от заболевания, то есть принимаются все необходимые меры». По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока, подчеркнул Ильхам Алиев. Однако по нескольку раз в день на территории страны проводятся мониторинги по данному вопросу. На всех погранично-пропускных пунктах установлены специальные приборы. «Должен также сказать, что ни одна страна на сегодняшний день не ввела ограничений на осуществление грузоперевозок, в том числе и Азербайджан. Никаких ограничений для транзитных грузов не ставится. Однако мы, уделяя особое внимание и этой сфере, проводим организованную работу, связанную с доставкой транзитных грузов, в частности, поступающих в нашу страну с южного направления необходимых грузов как для азербайджанских потребителей, так и для потребителей соседних стран. Формируются специальные колонны, составленные из соответствующих грузовых автомобилей, обеспечено полицейское сопровождение. Кроме того, я дал указание обеспечивать иностранных водителей питанием, чтобы они не выходили часто из своих автомобилей и не посещали общественные места». Глава государства отметил, предпринимаются продуманные вплоть до мелочей шаги, цель которых – уберечь граждан Азербайджана от этого заболевания. Страна постоянно находится в контакте с Всемирной организацией здравоохранения. Идёт работа по доставке в республику тестов для выявления заболевания. Президент коснулся и вопроса дефицита масок в аптеках. По его словам, найти объяснение этому никак невозможно, так как запас масок достаточный. «Видно, какие-то спекулянты, пользуясь ситуацией, хотят увеличить свои незаконные доходы. Всем правоохранительным органам дано поручение, при выявлении подобных фактов в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания. Хочу ещё раз заверить, азербайджанскую общественность в том, что правительство Азербайджана принимает все необходимые меры. Картина на сегодняшний день не даёт серьёзных оснований для беспокойства. У абсолютного большинства граждан, находящихся на карантине, пока никаких признаков заболевания не обнаружено. Если их здоровье будет в порядке, то после необходимого срока они будут выписаны». «Одновременно представителям всех органов здравоохранения, непосредственно занимающихся данным вопросом, Министерству здравоохранения и Агентству по обязательному медицинскому страхованию дано указание регулярно информировать граждан. Кроме этого, президент отметил реализацию в Герамбойском и других районах страны многочисленных инфраструктурных проектов. Здесь и вопросы газификации, питьевой воды, дорожные проекты, открытие современных олимпийских спорткомплексов, создание новых рабочих мест». Словом, резюмировал Ильхам Алиев, развитие регионов будет продолжено.